МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Официальное послание премьер-министра Западной Армении опубликовано премьер-министром правительства Западной Армении по случаю 99-й годовщины Сербского мирного договора 10 августа 1920 года и касаемо заявлений Турции о подготовке к оккупации Северной Сирии. Недавние заявления Турции о своем намерении оккупировать части Северной Сирии под предлогом создания безопасной зоны и недопущения курдов к осуществлению своих сепаратистских планов еще раз доказывают правду о том, что мы объявили полтора года назад, точнее после турецкой оккупации сирийского города Африн и соседних городов 18 марта 2018 года. Несомненно, что после любого вывода сирийской территории террористических или террористических сил не может быть никакой гарантии, что этот вывод прекратится на ее международных границах с Сирийской Арабской Республикой, но что он войдет в турецкие внутренние районы за пределами Киликии и в рамках арбитражного решения президента США Водра Уильцина в ноябре 1920 года. Турция попыталась отметить оккупацию Африна 3 марта 2018 года, в столетний день Брест-Литовского соглашения, но въезд был отложен на 15 дней по политическим причинам. Сегодня не исключено, что она пытается запрограммировать свое агрессивное приключение датой 10 августа 2019 года, 99-й годовщины мирного договора в Севере. Правда в том, что турки сегодня более обеспокоены этим, чем когда-либо. Тревога Турции связана с возможностью создания курдского образования с реализацией Севского договора в пределах нынешних искусственных границ Турции, а не в Северной Сирии. Поскольку Северная Сирия, в отличие от Северного Ирака, в международных договорах не упоминается как правовая основа для курдского образования, в отличие от Северного Ирака, который был в центре обсуждений при разработке Северского договора. Когда покойного президента Сирии Хафеса Асада спросили о его взглядах на проблему курдского закона, о самоуправлении, он дал понять, что поддерживает проект, если он исключительно в соответствии с Севским договором. Сегодня, в канун 99-й годовщины Севского мирного договора, правительство Западной Армении призывает международное сообщество не тратить время на сценарии войн и человеческих жертв, и признать необходимость применять остальные положения настоящего договора, в частности, в отношении создания государства Западной Армении в пределах, установленных арбитражным решением президента Уильсона и Килики, которая освобождалась кровью армянских и сирийских бойцов Восточного легиона 25 ноября 1918 года. Любое решение вне логики Севского договора и независимости Килики означает предоставление больше возможностей Турции продолжать поддерживать нестабильность и военную напряженность на Ближнем Востоке и отсутствие справедливого, реального и прочного мира для Ближнего Востока и его коренных народов. Это определенно будет иметь негативное влияние на напряженность в международных отношениях и на продолжающееся нарушение международного права. Премьер-министр Республики Западной Армении Гарник Саркисян. Премьер-министр Республики Армении Никол Пашинян пригласил президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани и премьер-министра Сингапура Ли Сян-Люна. Гереван для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета ЕАЭС в октябре. Как передает Армен Пресс, об этом премьер заявил 9 августа во время очередного заседания Евразийского межправительственного совета в Кыргызстане. А в начале июля этого года я совершил официальные визиты в Социалистическую Республику Вьетнам и Республику Сингапур. Будучи страной-председателем ЕАЭС, мы уделили особое внимание сотрудничеству нашей организации с этими двумя странами, отметил премьер. Пашинян призвал страны-члены ЕАЭС и руководство ЕАЭС ускорить все необходимые процедуры согласования проекта соглашения, чтобы он мог быть успешно подписан в Ереване 1 октября. Премьер-министр также сообщил, что пригласил Ереван и президента Ирана Хасана Роухани. В соответствии с договоренностями с главами государств, членов ЕАЭС, я также пригласил президента Ирана принять участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в Ереване, добавил Пашинян. Никол Пашинян сообщил, что с 30 сентября по 1 октября в Ереване в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета состоится международная конференция «Транзитный потенциал Евразийского континента». Разработка трассы для всех видов экотуризма «Роадтрейл», которая включает в себя усовершенствование, замену и обновление новых маршрутов, была начата в 2017 году в преддверии десятилетия проекта. Об этом Арцахпресс сообщили в Министерстве культуры по делам молодежи и туризма Арцаха. Согласно источнику, «Роадтрейл» — это 16 пеших маршрутов, которые проходят по всему участку дороги северо-юг Арцаха. Проект создает благоприятные условия для тех, кто предпочитает активный туризм и проходит через ряд известных живописных мест и сел Арцаха. Второй этап также запланирован. Оппозиция Конгресса против попыток администрации президента США Дональда Трампа сократить финансовую помощь Арцаху. Как сообщил Армен Пресс, Армянский национальный комитет Америки, АнКА, 22 сенатора из 16 штатов, представляющих 143 миллиона американцев, присоединились сегодня к 89 представителям США, которые на прошлой неделе подписали письмо в поддержку программы спасения жизни. Послание Сената, возглавляемое сенатором Менендесом, настоятельно призывает администратора Юсейд Марка Грина отменить решение и продолжить финансируемую США программу разминирования в Арцахе. «Присутствие любых внешних сил в Персидском заливе является по определению источником угрозы безопасности», — заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает «Ирна». «Персидский залив является жизненно важной артерией и поэтому приоритетом национальной безопасности для Ирана, который уже давно обеспечивал безопасность на море. Учитывая эту реальность, присутствие любых внешних для региона сил является по определению источником угрозы безопасности, несмотря на пропаганду», — написал Зариф в Твиттер. комментируя создание возглавляемой США коалиции по обеспечению безопасности навигации в Персидском заливе. Ранее израильские власти сообщили о присоединении к возглавляемой США коалиции для защиты торговых путей в Персидском заливе. Бедия Эртан, посетивший регион Ван в Западной Армении для изучения раскопок возле Ванской крепости, сказал, что раскопки пролят свет на историю царства Ван. Раскопки продолжаются с 2010 года в историческом городе Ван, в замке и на холме Ван. Эртан внимательно изучил исторические памятники, найденные при раскопках, и рассказал участникам. Вы делаете очень важную и ценную работу, вы раскрываете историю. Спасибо за такую работу. Благодаря проделанной работе было обнаружено большое количество находок эпохи Иванского Армянского царства. До сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль «Масунг». «Масунг» 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 Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!